Владимир Владимирович, с нами весь мир. 190 стран, которые приехали в Россию. Несмотря на какие-то сложности, которые в отдельных странах создавались, несмотря на какие-то логистические сложности, они боролись за это право оказаться здесь, на Всемирном фестивале молодежи. И, конечно, больше всего они ждали встречу с вами, когда увидели особенно это душевное обращение на церемонии открытия и все время спрашивали, когда она. И вот она. Позвольте передать вам слово для приветствия. Спасибо. Первое, что я хочу сказать, что мы очень рады вас всех видеть в России. Добро пожаловать. Дальше. Мы очень рады, что приехало такое широкое представительство из почти 190 стран мира, со всех континентов. Но вот что хочу подчеркнуть. Мы ни с кем не соревнуемся. Мы не хотим ничего никому доказывать. Мы просто рады видеть наших друзей. И что очень важно, это то, что это встречи и подобные форумы, они организуются нами не для какой-то, как у нас говорят, показухи. Это не какое-то рекламное мероприятие. Оно сутевое, сущностное. И суть его в том, чтобы собрать людей, которые думают примерно, как мы. Ну, примерно, потому что одинаково думать каждый человек не может. Но которые придерживаются примерно таких же принципов, ценностей, как мы. И которые хотят совместно работать для достижения позитивного результата. Для себя, для своих близких, для своих стран. Мы открыты для этой работы. И, как я сейчас только что говорил, при закрытии этого большого мероприятия, как оказалось, большого мероприятия, здесь вот, здесь рядышком, мы очень рассчитываем на то, что вам понравилось. И, конечно, вот эта встреча, вот сейчас, которую мы с вами начали, она посвящена тому, чтобы тоже мы получили обратную связь от вас. И хотелось бы услышать ваши советы по поводу того, как и что нужно сделать для того, чтобы следующие встречи подобного рода, ну, может быть, не в таком широком формате, а, скажем, в продолжение того, что удалось сделать на этом международном фестивале, чтобы можно было двигаться дальше. Двигаться дальше для достижения наших общих целей, общих целей развития. И вот, честно говоря, мне было бы интересно услышать ваше мнение и о результатах работы, и о том, что можно было бы сделать в качестве следующих шагов. Ну, собственно говоря, вот и, пожалуй, всё, что я хотел бы сказать вначале. Пожалуйста. Владимир Владимирович, мы с Ксенией будем помогать, модерировать. Стран много, вопросов очень много. Мы с ребятами немножко пообщались до. Если позволите, давайте, у нас одна из самых представительных делегаций здесь сегодня, это китайская. Кроме того, в этом году мы празднуем 75 лет установления дипломатических отношений с Китаем. Ряд форматов на фестивале было посвящено этому. Давайте дадим им право начать. Есть у нас друзья из Китая? Пожалуйста. Да, пожалуйста. Ваше превосходительство, господин президент. Меня зовут Ли Жой, я из Китая. Я репортер отдела China Youth Daily. Спасибо большое за гостеприимство, за открытость обсуждения дискуссий. У меня вопрос к вам, посвященный тому, что вы говорили, что вы надеетесь, что фестиваль откроет миру возможности для всех представителей молодого поколения, чтобы они могли пообщаться с своими сверстниками. И было очень большое количество заявок на участие. То есть мы поняли, что границ для молодежи не существует. Однако сегодня мир переживает непростые времена сдвигов и трансформаций. Тяжело идет экономическое восстановление, геополитические конфликты, множатся односторонние подходы. Как же молодежь может сегодня смотреть на мир? Как вы думаете, будет ситуация улучшаться? И как лидер крупнейшей страны, что могут сделать молодые для того, чтобы улучшить ситуацию? Каково ваше мнение? Да, действительно, ситуация непростая. И очень много проблем, много горячих точек. Ничего далеко ходить. Вот у нас рядом с нашими соседями конфликт, боевые действия идут куда же еще проблемнее. Это всегда трагедия, когда люди воюют друг с другом. Люди же погибают, ранения получают и так далее. Но во всем мире разве легче? Сколько это? Да на протяжении всей истории человечества происходит практически одно и то же. Когда-то побольше, когда-то поменьше. Вопрос в том, как жить в таких условиях и на что можно рассчитывать. Конечно, всегда нужно думать о лучшем будущем. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы создавать условия, когда конфликтов будет меньше, а сотрудничества больше. Ясно, что есть и проблемы в экономической сфере, в социальной сфере, в сфере безопасности. Но если молодые люди, такие как вы, занимающиеся разными сферами деятельности, будут встречаться, будут слушать и слышать друг друга, то тогда тем, кто сегодня принимает решения на политическом уровне, будет легче склоняться к таким вариантам разрешения конфликтов, которые ведут не только к миру, а создают стабильность на будущее. Поэтому, на мой взгляд, уже в этом роль молодёжи. Но в будущем это всем понятно, что одно поколение приходит на смену другому, это естественное дело. Если вы на сегодняшнем этапе вашего профессионального роста будете иметь постоянные контакты, причём из разных стран, даже из тех стран, которые на сегодня имеют между собой не самые лучшие отношения, то это всё-таки будет создавать такую устойчивую базу будущей созидательной совместной жизни. Спасибо большое. Я предлагаю нам услышать мнение и вопросы наших участников фестиваля, может быть, страны Запада и Европы. Есть желающие задать вопрос? Пожалуйста. Уважаемый господин президент, меня зовут Матиас Ковакс, я из Бельгии. Я врач, анестезиолог, работаю в реанимации. У меня вопрос, я хочу задать его на русском. Это уже восьмой раз в России, и я очень люблю вашу страну и вашу культуру. Я тоже хочу сказать, что мне очень помогло учить русский язык смотреть сериал «Интерний». Может быть, вы знаете. Я тоже хочу вам сказать, что я мог познакомиться с медициной в России и осуществил стажировку в интенсивной терапии в Москве. Это был для меня очень интересный профессиональный опыт. Участвовать на этом форуме дали мне возможность еще раз видеть собственными глазами, что Россия является страной не передовой в технологии, особенно в медицине, и всегда готова принять тех, которые хотят приехать сюда работать. Может быть, у вас есть совет для молодых людей, которые хотят переехать в Россию и понимать русскую душу. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо вам за упоминание о русской душе. Это такая сложная субстанция, но во всяком случае у нас есть нечто такое, что отличает нас от других стран мира. Что это такое? Мы сосуществуем и развиваемся в многообразии культур, религий, традиций. И все это вместе такое пространство, которое позволяет нам из года в год, из десятилетия в десятилетие, из столетия в столетие обмениваться не только генетическим кодом друг с другом, потому что очень много смешанных семей на пространстве России возникает, но и к культурным кодом обменивается, и создается некоторая общность, такая единая российская нация. Она действительно основана на тех ценностях, которые мы сегодня называем традиционными, даже если мы не очень отдаем себе отчет в том, что это такое. И в этом смысле российская такая общая культура является в известной степени уникальной. Она интересна, многообразна, и действительно есть смысл с ней знакомиться поближе, понимать, особенно людям, которые живут за рубежом России, понимать, что это такое, и, опоняв это, работать вместе с нами открыто и с пользой и для себя, и для тех, с кем вы работаете. Кстати говоря, Бельгия, вы, наверное, знаете об этом, в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство, в том числе в значительной степени благодаря России, позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения, но имеет значение то, что у нас есть со многими странами мира своя предыстория отношений, и, как правило, она носит позитивный характер. Что касается вашего вида деятельности, то это благородная работа. Я много раз об этом говорил, ну, собственно говоря, это общие такие вещи. Но, тем не менее, хочу повторить, конечно, что это, ну, можно просто выучить все формально, да, и быть, наверное, хорошим анестезиологом, хорошим доктором, но для того, чтобы быть очень хорошим, талантливым, нужно, конечно, иметь особенности характера, нужно иметь ту самую душу, о которой вы сказали, чтобы посвящать себя другим людям, сострадать. Вот, и в этом смысле вы здесь, безусловно, найдете, найдете хороших партнеров. У нас есть свои достижения, есть вещи, над которыми мы, безусловно, должны еще работать. У нас очень большие программы в сфере медицины. У нас есть достижения в области сердечно-сосудистой, хирургии, там, в некоторых других областях. У нас огромная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, с заболеваниями, с диабетом. Есть достижения свои большие. И, знаете, что мне известны случаи сотрудничества до сих пор, несмотря на все ограничения, которые по политическим соображениям вводятся теми или другими странами. Я знаю примеры, когда именно вот в вашей сфере специалисты в вашей области работают, несмотря ни на что, потому что здесь очень сильны гуманистические начала. Более того, мне известны случаи, когда у людей какие-то возникают сложности такого, ну, квазиполитического характера. И, вы знаете, несмотря ни на что, несмотря ни на какую пропаганду, несмотря на разные взгляды на те или другие процессы, я не раз слышал, почти цитирую, особенно, когда говорят пациентам в России, мы всегда будем с вами. И мы, знаете, мы с огромным уважением относимся к таким людям. Не сомневайтесь, что и с нашей стороны будет именно такое же отношение. Всегда. Владимир Владимирович, мы с ребятами говорили, что многие приехали, не зная ни одного слова на русском языке, а уедут и будут знать. Но вот сейчас я скажу, я видел, что молодой человек на Камчатке тянул руку, как у нас в университетах говорят про тех, кто на задних рядах сидит. Наверное, пока не понимают, что это значит. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Кейлуб Маппин. Я руковожу американской делегацией, руковожу Центром по отношению с общественностью. Хочу искренне вас поблагодарить за прекрасное интервью, которое вы дали Такеру Карлсону. В своем интервью вы дали понять множеству молодых американцев, что наши американские лидеры, и, кстати говоря, они все больше напирают на скандал, а вы предпочитаете долгосрочное и научно обоснованное видение. И для многих молодых американцев это сильно отличается от того, что они слышат у себя, благодаря вашему интервью. Теперь к вопросу. Сейчас между нашими странами достаточно натянутые отношения, и у нас была пресс-конференция в ООН, и есть судебные процессы. Три американца столкнулись с уголовным преследованием. Одному грозит 15 лет тюрьмы просто потому, что они приехали на пресс-конференцию, такую, как здесь. И мы обеспокоены, я знаю, я говорю от большинства американского народа, когда я говорю, мы не хотим, чтобы наши налоговые деньги отправлялись на конфликт на Украине, мы не хотим, чтобы наша страна разрушалась изнутри, пока политики тратят деньги на украинскую войну. Я в этой связи не согласен с политикой Байдена, не только по Украине, по корейскому полуострову, по Тайваню. Я знаю, что есть возможность мира. На этом фестивале я увидел удивительную вещь. Огромное количество добровольцев, молодых людей, которые проявили любовь к стране, которые просто проявили гражданское самосознание, какую роль могут подобные мероприятия сыграть, молодая дипломатия, как это может подготовить будущую, почву для будущих изменений, в том числе в США, с учётом ожиданий большинства людей, живущих в наших странах. Спасибо. Соединённые Штаты огромная и уникальная страна по-своему. Но 300 с небольшим лет она превратилась в всего-то. По нашим меркам это совсем мало. Но за это время, благодаря таланту американского народа, она превратилась в супердержаву. Это очевидный факт. И мы знаем и выдающихся американских политиков, мы знаем выдающихся американских бизнесменов, деятелей культуры. Это всё непреложная вещь. Мы были союзниками с вами в двух мировых войнах, в борьбе с нацизмом, с фашизмом. Что произошло в последнее время? Мы знаем, после войны, после союзничества, Соединённые Штаты и Советский Союз начали делить мир, успешно его поделили. И на этом балансе силы построили международные отношения и создали современную систему международного права. Потом Советский Союз прекратил своё существование по ряду причин, в которые я сейчас не буду вдаваться. Это, прежде всего, конечно, внутренние причины. Но осталась одна супердержава в лице вашей страны. Как ваши элиты воспользовались этой монополией на мировое господство? Вот в этом вопрос. Я считаю, что Соединённые Штаты не справились с этим грузом ответственности, который оказалось на их плечах. Они создали монополию и стали её укреплять. Я имею в виду не американский народ, а именно правящие элиты. Но укрепляя вот эту свою монополию, они очень быстро столкнулись с тем, что подавляющему большинству стран мира это не очень-то нравится. И подспудно, постепенно все увидели, что нарастает сопротивление вот такому складывающемуся миропорядку. Все увидели, очень многие во всяком случае, кстати говоря, в том числе и ваши союзники. Они только помалкивают, боятся лишнее слово сказать, потому что зависимость большая сфера экономики, средств массовой информации, ну очень много элементов зависимости. Но поверьте мне, я знаю, о чём говорю. Даже и союзникам это всё не очень нравится. Ну так вот, и начались проблемы и сбои. Но сначала правящие элиты Соединённых Штатов решили, что поскольку они теперь имеют монополию на власти мире, то прежняя система международных отношений, которая сложилась по результатам Второй мировой войны, им уже не нужна, она не устраивает, потому что баланс в мире изменился. Вот и всё. И надо под себя уже начать перестраивать и международный правовой порядок. Но когда выяснилось, что не всем это нравится, ну я что имею в виду, ну события в Ираке, допустим, всё же там делалось без санкций Совета Безопасности ООН, в той же Сирии, в Югославии бывшей. Я сейчас не буду говорить о причинах, но там же не было никаких решений Совета Безопасности ООН, не было. Но вот Соединённые Штаты сами выпустили этого джина из бутылки. Но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом? Что происходило в той же Югославии? Мне мои коллеги неоднократно говорили, ну да, мы делали это без решения Совета Безопасности. Но там же война шла столько лет, 8 лет, кровопролитие, надо было что-то делать. А когда Россия начала защищать своих людей на Донбассе, где тоже шла война и истребление мирных граждан, детей, женщин, стариков, почему Россия не может это делать, встать на защиту своих людей? Причём не где-то за тысячи километров от своих национальных гаранис, а прямо у себя рядом, под носом. Тем более люди к нам повернулись и ждали этой помощи. Не хочу сейчас вдаваться в детали. Хочу сказать только о том, что вот если понимание того, что мир не может управляться из одного центра, и это даже вредно для самого этого центра, потому что начинает подрывать его основы. Я вот в интервью вашему журналисту, господину Карлсу, он как раз и говорил о том, что доллар подрывается. Ну, запрещают расчёты в долларах. Зачем они это делают, ваши начальники, совершенно непонятно. Ну, то есть, понятно, хотят достичь быстрого результата, а результата не добиваются, а только подрыва власти доллара добиваются. Это результат обратный ожидаемому. И так по очень многим направлениям. Я считаю, что это ошибочная политика. Но молодёжь, вот если к вашему вопросу вернуться, конечно, очень многое может сделать. Я сейчас не хочу вмешиваться во внутриполитические процессы, не хочу давать характеристику тому, как ведут себя кандидаты в президенты. Это особенности внутренней политической культуры США. Ничего больше. Но молодёжь, конечно, может вносить свою лепту в выстраивание межгосударственных отношений. Как? Да очень просто. Просто заявлять свою позицию внутри страны в рамках закона и конституции своих стран или своих стран. Только так нужно действовать. Мы ни в коем случае не призываем к каким-то акциям неповиновения. Но свою позицию в демократической стороне человек может сказать? Может. Так и нужно делать. И думаю, что вот это и будет создавать такие негосударственные формы контактов, которые создадут условия для того, чтобы выравнивать отношения и на государственном уровне. Спасибо за вопрос. Я предлагаю дальше пройтись по галёрке, как говорят у нас в России. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер всем, господин президент. Большое спасибо, что поделились с нами такими замечательными моментами. Меня зовут Амир Хамас из Египта. Я недавно закончил факультет медицины. И церемония окончания совпала с тем днем, когда я полетел в Сочи. Так что я не попал на церемонию. Но для меня получается, что фестиваль стал днем окончания моего учебного заведения. Кроме медицины, я работаю в команде мировых послов в Египте. Мы работаем с мировым сообществом, помогаем гуманитарно доставлять гуманитарную помощь людям, даем возможность молодым людям становиться лидерами в своих сообществах. Мы сейчас работаем над международным проектом, который стремится объединить активистов между различными странами. Отправляем добровольцев в разные страны, реализуем проекты в разных странах и у себя, и у них. И я услышал о премии «Мы вместе». И там моя команда была отобрана дважды. Мы попали в список финалистов в 2021 году. Я в 2022 году стал финалистом в рамках этой премии. Я был в Москве, участвовал там в рамках форума гражданского участия. И для меня это было невероятное впечатление. Премия «Мы вместе» — это прекрасное гуманитарное направление, прекрасный проект. Благодаря нему мы здесь оказались, достигаем своих целей, реализуем свои мечты. И что касается добровольчества, я как доброволец чрезвычайно впечатлен всемирным фестивалем молодежи. Люди улыбаются, дружелюбны. Хочу поблагодарить их. Я знаю, что более пяти тысяч волонтеров на фестивале. Спасибо им всем. Хочу спросить вас, господин президент, как волонтерское сообщество создается в России? И как сделать так, чтобы такое количество людей было включено в общую работу? Шокран, спасибо. Прежде всего, хочу обратиться к вашему коллеге из Бельгии. Если вы хотите общаться с российскими медиками, пожалуйста, вот это можно сделать. Прямо здесь. Значит, садитесь, ради бога. А второе, по поводу того, как организуется работа волонтерских движений. Здесь уже говорили про российскую душу. Я без всяких шуток хочу сказать, без всякой иронии, но всё-таки у народов России в душе есть вот это чувство сострадания. Это передаётся от родителей, прямо от матери, от отца к детям и так далее, из поколения в поколение. И поэтому вот это желание помочь другим людям, желание поддержать, оно в целом, повторяю, оно соответствует нашей традиции духовной. Но вот само по себе такое волонтёрское добровольчество. У нас же даже в тяжелейшие дни, в тяжелейшие дни на переломах истории России, в самые тяжёлые времена, у нас всегда было очень много добровольцев, в том числе во времена Великой Отечественной, Второй мировой войны. Очень много людей добровольно уходили на фронт, так же, как многие и сегодня принимают участие в боевых действиях, чтобы в конце концов прекратить ту войну, которая была развязана ещё в 2014 году на Донбассе. Но вот волонтёрское движение, как таковое, в сегодняшнего дня, вы знаете, оно начало своё развитие как раз с подготовки, мне кажется, с подготовки Олимпийских игр как раз здесь, в Сочи, в 2014 году. Потом, конечно, ещё один такой мощный толчок, как раз вы наверняка знаете об этом, был дан во время борьбы с ковидом, когда очень многие люди, рискуя собой, а некоторые даже из жизни ушли, помогали другим нашим гражданам, бескорыстно подставляя плечо и помогая им бороться с болезнью, либо избежать её. Вот мы начали, разумеется, поддерживать всё это движение, создавать соответствующие платформы, которые помогали бы этим людям, которые добровольно посвящают себя служению обществу, либо проведению каких-то конкретных крупных мероприятий. И мы очень довольны, что миллионы людей, сейчас уже миллионы, вовлечены в эту созидательную совместную работу. Ну а что касается того, чтобы работать вместе, ну, конечно, вы же знаете, все эти платформы у нас развиваются достаточно активно. С удовольствием мы вас приглашаем. Вы закончили высшее учебное заведение, ну, я не знаю, какие у вас дальнейшие планы, либо вернуться домой, на родину, в Египет, либо получить дополнительное образование в России, что-то делать совместно. Ну а если вы задумали развивать добровольчество в вашей стране, тоже можно взять этот наш опыт. Во всяком случае, всё позитивное из того, что нами наработано, мы с удовольствием поделимся. Вам могу пожелать только успехов. Это благородное дело. У нас, знаете, тот на фестивале, на полях фестиваля запустили уже четвёртую премию «Мы вместе». Я имею в виду четвёртую, которая в статусе международной. Благодаря вашему решению с 2021 года он носит статус международной. Даже там не обошлось без сюрпризов. Там прямо на сцене прозвучало предложение руки и сердца. Так что добровольчество не только странное, сердца объединяет. Аплодируем. Давайте предоставим слово. Молодые люди здесь руку поднимают. Дайте, пожалуйста, микрофончик. Да, да, ниже, ниже. На вторую. На вторую, вторую, вторую. Да, да, да. Пожалуйста, да. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Я Даша Кукарских. Я актриса театра и кино и год назад наша команда, команда проекта 2022, который вышел недавно на Первом канале, побывали в Мариуполе на новых территориях и сняли первый художественный фильм. Мой вопрос таков. На самом деле, мне очень интересно, какие фильмы вас воспитывали как человека. Как человека, на мой взгляд, большой души, человека, понимающего и человека, ценящего людей. И, возможно, как менялись ваши вкусы к вашему возрасту сейчас. Вот такие фильмы, как «Чебурашка сегодня», но тогда, которые тогда снимались, добрые, немножко сентиментальные, которые вызывают в жизни самые лучшие человеческие качества, доброта, созидание, помощь ближнему. Вот такие фильмы. Таких, кстати, фильмов было очень много. Мультиков было очень много хороших. Союз мультиков их производил, вы знаете. И, конечно, нам нужно это все давать нашим детям, потому что то, что сегодня делается, наверное, очень технологично. Все мелькает под глазами, все стреляет, шумит, взрывается. Все друг друга догоняют. Догнать не могут. А когда догоняют, обязательно бьют по голове. Но, наверное, это такой экшен, он востребован рынком. Всегда ли это востребовано ребенком, я не знаю, я не уверен в этом. Но в любом случае, чего бы ни было, мы все росли, люди моего поколения росли именно на этих фильмах. Ну, а попозже, конечно, у нас там в школах изучают войну и мир и так далее. Но Достоевского, ну, изучали, во всяком случае. Должен сказать откровенно, что это, конечно, начинаешь понимать в более зрелом возрасте. И, конечно, по мере того, как человек растет, взрослеет, по мере того, как он набирается, ну, такого опыта в общении с людьми, у него возникают собственные оценки того, что такое хорошо, что такое плохо. Он начинает по-другому смотреть и на классику, на современную, скажем, литературу, либо произведение кинематографии. Ну, здесь ничего такого необычного со мной не происходило. Все, как у всех. А вам я желаю всего самого доброго в вашем творчестве, то, что вы обратились к проблемам, я так понимаю, что к проблемам тех людей, которые живут в этом регионе. Это очень важно, потому что это острые проблемы, и люди, безусловно, нуждаются в поддержке творческих работников, в поддержке людей талантливых, которые могут донести то, чем люди живут, ярко, доходчиво и эмоционально. Спасибо вам. Благодарю вас. У нас есть сектор, чтобы вы не обратили на него внимание. Пожалуйста, introduce yourself, please. Представьтесь, пожалуйста. Спасибо большое. Меня зовут Деписаган Прила. Я из Уганды. Ваше превосходительство, господин президент. Я в своей стране был президентом раньше Союза студентов, а также занимал другие лидерские позиции в руководстве студенческого движения нашей страны. Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас, господин президент, за то, что вы делаете для Африки и для нашей страны в части стипендий, и не только. Благодарю вас за то, что вы говорили о несправедливости международной политики, и в особенности о проявлениях неоколониализма. И в этой связи я хотел бы сказать, что в этой борьбе вы сражаетесь не только за себя и за российский народ, но вы делаете это для наших народов так же. Спасибо большое вам за это, господин президент. Еще хотел сказать вот что, господин президент. Мы хотели бы по мере нашего мероприятия, может быть, вы можете сказать нам, народам Африки, как мы можем лучше взаимодействовать и работать с Россией, с тем, чтобы разрешить те вызовы, с которыми сталкиваются наши народы, и как мы можем вместе с российским народом работать для преодоления всех проблем на мировом уровне. И в завершение хотел бы сказать, господин президент, я так бы хотел стать вашим сыном от Африки, хотел бы, чтобы вы были моим наставником, господин президент. Что я могу сказать вам, сынок? Хочу сказать, во-первых, хочу обратиться к вам не только как к сыну, но и как к президенту. Вы же президент студенческого союза, да? Поэтому позволю к вам тоже обращаться, господин президент. Вы знаете, если совсем без шуток, то и в Северной Америке, в Штатах, и в Европе многие люди, серьёзные, грамотные, глубокие люди считают, что в значительной степени благополучие этих стран основано на эксплуатации других народов. Сегодняшнее благополучие. основано на эксплуатации Африки в значительной степени, на эксплуатации природных богатств и людских человеческих ресурсов. Они прямо говорят об этом, по-честному. Я не считаю, что здесь нужно что-то перебирать, впадать в какой-то экстремизм, требовать покаяния, но что точно совершенно нужно делать, это нужно учитывать это обстоятельство. Потому что только при учёте этого обстоятельства мы можем добиться исправления сегодняшнего несправедливого экономического миропорядка. Я перехожу к таким сложным субстанциям. Может быть, для людей, которые не посвящены в это дело, трудно сразу включиться и понять. Но я не буду говорить сложными категориями. Сегодняшний экономический миропорядок, он несправедлив. Не случайно в рамках Всемирной торговой организации представители правительств подавляющего большинства стран мира никак не могут ни о чём договориться в рамках многочисленных сессий, которые переходят одна в другую. А почему? Ну, потому что богатые страны мира не хотят на деле, не на словах, а на деле, на правительственном уровне создавать такую систему международных экономических связей, которая бы открывала рынки для развивающихся экономик, которая бы создавала либеральные условия их развития и роста. Страны с развивающимися экономиками из года в год пытаются внести какие-то изменения в этот мировой экономический порядок, а им постоянно, почти на каждом шагу ставят барьеры. Вот мы собирались в Петербурге на очередной саммит «Россия-Африка». И вы, наверное, обратили внимание на то, о чём сказали лидеры африканских государств. Кстати говоря, несмотря на окрики и создание условий для лидеров африканских стран, чтобы они не ехали в Россию, вся Африка приехала. И даже не потому, что у нас предыстория отношений очень хорошая, а потому что Африка развивается и хочет быть по-настоящему независимой, и ни на какие окрики не реагирует. Хотя и предыстория наших отношений очень добрая, очень хорошая, имеет глубокие корни. Но вот на этом форуме, например, мои коллеги африканские упомянули о том, что у них сейчас такой совокупный долг, у стран Африки, который отдать по определению невозможно. Вот что ни делай, отдать невозможно. Но ведь такие условия финансовых отношений были сформулированы, и африканские страны вынуждены были брать кредиты на таких условиях, как будто финансовые западные круги не понимали, что отдать этих денег невозможно будет никогда. Вы знаете, в истории человечества был такой момент, в истории Европы, после Первой мировой войны жадные правители, тогдашние жадные правители Франции и Великобритании создали такие финансовые условия для Германии и наложили такие контрибуции, и такие условия погашения долгов перед, как они считали, перед государствами Антанты, что отдать их эти долги было по определению невозможно. И это было одной из причин быстрого возвышения Гитлера на политической сцене. Потому что он говорил своему народу, вы смотрите, что делают эти бандюганы, ведь они наложили на нас такие условия, при которых мы никогда, из поколения в поколение немцы не смогут рассчитаться и стать нормальной страной. У нас только один путь – бороться за наши интересы вооружённым путём. Вот к чему это. Это не единственная причина, но одна из серьёзных причин. Зачем же для Африки создают сегодня такие условия, налагая такие финансовые обязательства? Конечно, это не значит, что мы должны с вами идти по пути всегда сопротивления и борьбы за свои интересы вооружённым путём. Но мы должны делать всё для того, чтобы сегодняшнюю ситуацию менять. Делать её гораздо более справедливой, понятной, прозрачной, значит, более устойчивой, как я сейчас говорил вот на своих заключительных словах на форуме, значит, здесь вот рядышком в соседнем помещении. И вот есть ещё один момент, на который я хотел бы обратить внимание. В ходе многочисленных контактов с лидерами Африки, даже из тех стран, в которых экономическая ситуация сегодня очень сложная, и люди живут очень тяжело и, подчастно, недоедают. Ни один из них, ни один, я хочу это подчеркнуть, ничего впрямую не попросил. Никто не протянул руку и никто ничего не попросил. Дайте нам то, дайте это. Все говорили только об одном – давайте наладим справедливую, честную экономическую работу совместную. И вот хочу вам сказать, что мы готовы, конечно, и поддержать наших африканских друзей тогда, когда это необходимо. Вот вы, наверное, слышали, мы сейчас зерно бесплатно послали в несколько стран Африки, причём даже заплатили за перевозку этого зерна и так далее. Там, где это нужно делать, мы на это готовы. Но мы, безусловно, тем более готовы к совместной, плодотворной работе на равных. Африка этого ждёт от всего мира, от России. И, конечно, мы будем с вами работать именно в таком режиме и на этих принципах. У Африки огромное будущее. Владимир Владимирович, мы с вами работаем уже почти час. Вы нас сориентируете, потому что знаю, что у вас график. Ну, график, это уже график. Ну, давайте мы... Работаем. Работаем ещё. Пожалуйста. Пожалуйста. Давайте сюда, в этот сектор, приедём, а потом так вот, постепенно. Да, пожалуйста, дайте, пожалуйста, микрофончик. Но всё равно. Вот, дайте там. Вот, там он начинает. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. В ответ на ваш вопрос об обратной связи, мне кажется, лучшим образом ответит фраза одного человека, которого встретил здесь на полях форума. Он из Дубая. Откуда? Дубай. А, из Дубая? Дубай. И когда я спросил его, как тебе форум, он говорил, я опасался ехать сюда, потому что мне говорили, это русская пропаганда. Но когда я приехал сюда, я чувствую атмосферу дружбы. Поэтому он говорит... Это хорошая пропаганда. Да, он говорит, дружба – это лучшая пропаганда. И я хочу поблагодарить вас за этот форум и поделиться своей историей фестивалей. Для меня фестиваль 2017 года, который был предыдущим, сыграл колоссальную роль в судьбе, потому что тогда я узнал об искусственном интеллекте. Вместе с командами из Индии, из Греции, из Польши, с которыми мы работали на форсайте и вам презентовали свой проект. Тогда мы презентовали. Через несколько лет, через пару лет я улетел в Италию учиться и получать там образование в топ-школе Европы. Затем, благодаря конкурсу Лидера России, я вернулся домой, здесь строил роботов. И сейчас в команде Дмитрия Николаевича Чернышенко мы развиваем искусственный интеллект России. Спасибо. Это пример того, как работают фестивали, как работают наши социальные лифты. И спасибо вам за это огромное. Мы вместе с командой Минека, Сбера разработали стратегию развития национального искусственного интеллекта, ожидаем колоссальный экономический эффект, переходим к внедрению искусственного интеллекта. Искренне считаем, что наука и технологии могут быть местом, в котором все нации объединяются и работают вместе. И у меня вопрос прикладного характера. Мы переходим к внедрению искусственного интеллекта. Владимир Владимирович, вы используете ли голосовой помощник? Есть ли у вас дома Яндекс или Сбер или другая умная колонка? Есть ли у вас умный дом? Генерируете ли вы поздравления, картинки своим друзьям? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Зачем мне Сбера, если у нас есть руководитель Сбера, который всегда на связи? АПЛОДИСМЕНТЫ Греф Герман Оскарович, он всегда на связи. Но если по-серьёзному, то садитесь, пожалуйста. То у нас, мы можем гордиться нашими достижениями в этой сфере. Почему? Потому что у нас вот это так называемое электронное правительство, оно продвинуто, может быть, гораздо больше, мы добились гораздо больших успехов, чем во многих других странах мира. И это, конечно, результат работы тех людей, в том числе Чернышенко, о котором мы упомянули, который является одним из организаторов этих мероприятий. И здесь мы сделали определённые шаги вперёд. Но, конечно, этого ещё недостаточно. Разумеется, мы должны вместе с коллегами внутри страны, вместе с коллегами из других стран работать над этой тематикой, может быть, даже более напряжённой, интенсивной, чем это было до сих пор. Потому что, ну, о чём мне говорить общие вещи, потому что, безусловно, за этим будущее. Развитие искусственного интеллекта создаёт огромные конкурентные преимущества для любой страны, которые развивают эти технологии. И мы, конечно, будем это делать. Мы делаем это и будем это делать. Здесь возникает много вопросов, связанных с этикой, но и здесь у нас есть чем похвастаться в хорошем смысле этого слова, потому что вы наверняка знаете, мы с нашими ведущими компаниями об этом договариваемся, договорились. Они создают соответствующие инструменты самоконтроля в этой сфере, на этой площадке даже, можно точнее сказать, пошире. И это тоже очень важно, потому что применение искусственного интеллекта остановить невозможно. Это очевидная вещь. Я не склонен соглашаться с теми, кто видит здесь какой-то конец света, видит, что будет какой-то рубеж, точка невозврата, когда невозможно будет человечеству вернуться к тому, что мы живём в мире человека, а наступит с какой-то точки невозврата другая эпоха жизни человечества, наступит эра машин, которые будут управлять человеком. Но на сегодняшний день, во всяком случае, на сегодняшний всё зависит от нас. В том числе это зависит от решения тех вопросов, которые здесь уже поднимались и нашим партнёрам, и другом из Соединённых Штатов, и других стран. А именно, нам нужно договариваться между собой, потому что если это выйдет из-под контроля, то это может нанести непоправимый ущерб. Это правда. Но я уже говорил об этом. Тогда, когда человечество осознает какие-то реальные опасности для себя, в случае выпуска из-под контроля, из рук человека этих технологий, тогда, мне кажется, созреет время для договорённости. Так же, как в своё время созрели условия для договорённости в области нераспространения ядерного оружия и контроля над этими вооружениями. Но точно, совершенно нам придётся на международном уровне об этом договариваться. Мне кажется, что здравый смысл победит, мы сможем договориться, а остановить развитие технологий невозможно. Вывод – нужно быть впереди. Владимир Владимирович, я даю справедливости ради, правый сектор. Давайте сюда переедем, да-да-да, а то здесь мы дискриминацией занимаемся. Пожалуйста, представьтесь, из какой вы страны. Здравствуйте. Я из Италии, Фьори, меня зовут. Я на фестивале. Хочу сказать, что мы по всему городу здесь ходили. Я нарисовал мурал Достоевского, граффити, граффити-картину. Не знаю, помните вы мне или нет. Я хочу сказать, что ни одну из культур нельзя отменить. Я считаю, что искусство может служить мостом между Италией и Россией. Когда я нарисовал этот портрет, меня атаковали все СМИ и в интернете также, потому что сегодня очень много давления оказывается на тех, кто говорит, что русские на самом деле не такие, какими их описывает пропаганда. Я всегда пытаюсь использовать искусство в качестве связующего звена между нашими народами. Я потом ездил в Мариуполь, я смотрел в лица этих детей, которые для меня представляют всех детей мира. Это дети Донбасса. Десять лет западные СМИ ни слова не говорили о детях Донбасса. Им было наплевать на этих детей. А этот мурал, этот рисунок показывает, что дети такие же, как и в другом мире, в остальном мире. И с помощью искусства я пытаюсь связать, объединить Россию и Италию. Что вы думаете об искусстве, о роли искусства, господин президент? И может ли оно стать инструментом, который связывает и объединяет разные страны и народы? И если возможно, господин президент, можно фотографию с вами сделать, чтобы показать в Италии потом, что вы на самом деле настоящие, потому что пропаганда говорит какие-то странные вещи. А мы на самом деле люди, обычные люди. И всё неправда, что говорят. Конечно, щипаться не будете, чтобы удостовериться в том, что я настоящий. Но по-серьёзному, во-первых, нас всегда восхищало искусство Италии и всегда сближало. Итальянское – это искусство великое, искусство великого народа. Это совершенно очевидная вещь. Во всяком случае, мы в России всегда так к этому относились, относимся сейчас. Но не только нас объединяло. А ваша борьба Италии за независимость, Гарибальди, разве это нас не объединяло? Всегда объединяло. И то, что вы поехали на Донбасс, на Новороссию – это тоже, видимо, такой зов сердца, потому что у итальянцев всегда присутствует в сердце стремление к свободе. Это значит, нужно уважать, и, судя по всему, вы уважаете и стремление других людей к собственному выбору и к выбору собственной судьбы. И, конечно, на любую проблему надо всегда смотреть с разных сторон. И искусство, на мой взгляд, должно предоставлять людям, не вмешиваясь в текущую политику, но давая информацию своим особым языком о том, что происходит, искусство должно помогать людям делать собственный выбор при решении таких сложных. Вопросов, в том числе и сегодняшнего дня. В этом смысле, мне кажется, вы на верном пути. Я хочу вам пожелать всего самого доброго, успехов. И уверен, что у вас всё получится, если вы и дальше будете придерживаться таких внутренних нравственных установок. Мне кажется, что в искусстве это очень важно. Владимир Владимирович, может, Латинской Америке дадим? Я внимательно слушаю. У нас есть, да, Латинская Америка? Пожалуйста, да. Шляпа такая настоящая. Всё, вопрос задают. Да? Пожалуйста. Да, прошу вас. Добрый день всем, господин президент. Спасибо, что приехали на это мероприятие. Меня зовут... Я из Аргентины, я политолог и руковожу Международным центром по сотрудничеству с Россией. Кроме того, я возглавляю делегацию. Нас практически 100 аргентинцев посетили этот фестиваль. Для нас это особый момент. И есть вопрос по поводу инновационных технологий искусственного интеллекта. О чём уже спрашивали? Мы испытываем невероятную радость, находясь здесь. И члены моей делегации, люди, с которыми мы встретились, они задавали вопрос по поводу будущего фестиваля. И, извините, что повторяюсь, мы обсуждали со многими делегациями, как создать надёжную и стабильную систему взаимодействия молодёжи по всему миру, чтобы можно было стать послами этого проекта, разрабатывать новые идеи, основываясь на идеях и наработках этого фестиваля. Вот в этом мой вопрос. Вы знаете, мне кажется, что всё дополитизировать невозможно. Но если вы хотите, чтобы было поменьше ограничений, то нужно по максимуму дополитизировать контакты между молодыми людьми и не пытаться биться в закрытую дверь или в какие-то стены, искать те направления, которые не вызывают ни у кого каких-то подозрений, которые являются очевидными с точки зрения объединения усилий при решении каких-то общепонятных проблем, прежде всего, конечно, в гуманитарной сфере. И, на мой взгляд, это будет создавать такую сеть благоприятных отношений между молодыми людьми во всех странах мира. А это, в свою очередь, хороший фундамент, база для строительства и межгосударственных связей. У нас, наверное, так часто спрашивают про технологии, потому что они когда увидели, тут и упомянутый Сбер и Росатом, две тысячи квадратных метров технологий привёз, и ВК. Очень многих это удивило. Пожалуйста. Да, девушка. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Меня зовут Юлия Козлова, Российское общество знаний. И, в первую очередь, мы от ребят и от Российского общества знаний хотим вас поблагодарить за тот праздник, который вы устроили всему миру, не только России. И, в первую очередь, я, разговаривая с ребятами, узнавала, что они имели возможность не только подружиться друг с другом, узнать друг друга поближе, но и узнать, и познать что-то новое. И частью этого фестиваля стал марафон Российского общества знания, где ребята со всего мира общались с выдающимися людьми, также со всего мира. И только в нашей стране есть формат открытого диалога на расстоянии вытянутой руки. И этот формат нравится ребятам. Мы хотим вас пригласить как одного из самых лучших лекторов в нашей стране, пригласить на ВДНХ в рамках международной выставки форума России к нам в наш лектории Российского общества знания, и выступить и пообщаться с нашей молодежью, которая вас очень ждет. Еще раз спасибо вам большое. Мы ценим тот праздник и то, что вы делаете не только для наших ребят, но и для всех этих ребят, с которыми мы все за эти дни уже подружились. Спасибо. Я не считаю себя самым лучшим лектором, мы говорим откровенно. Хотя в университетах у нас был как курс небольшой в университете, но все-таки дело не в этом. Дело в том, что такой вид деятельности – это не совсем мое, должен вам сказать откровенно. И у нас есть действительно люди очень талантливые, которые обладают и знаниями энциклопедическими, и умеют это красиво излагать с тем, чтобы делать это не только доходчиво, но чтобы в ходе своих выступлений завоевывать сердца, завоевывать умы, и делать слушателей того, чего они говорят, и в чем стараются убедить своими единомышленниками. Таких талантовых людей у нас много. Я сделаю все, вот в этом моя работа, чтобы они были у вас. Спасибо большое. Но мы вас очень ждем к нам в гости. Спасибо большое. Владимир Владимирович, очень активный сектор. Да, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Да? Уже задает вопрос? Пожалуйста. Уважаемый президент Владимир Владимирович. Представьтесь, пожалуйста, из какой вы страны. Черногория. Монтенегра. Черногория. Меня зовут Александр Дилетич. Я из Черногории. Я генеральный секретарь политической партии права Черногория. Что касается большинства жителей Черногории и президента нашей политической партии, Марк Милотич, также присоединится к моему вопросу. Считаете ли вы, что этот молодежный фестиваль помог миру увидеть давление, которое оказывают западные страны и демократии на Российскую Федерацию, вводя санкции? Одна из таких стран – это Черногория. Несмотря на то, что большинство жителей не согласны с такой политикой, хочу заметить, в Черногории бывший президент Мила Джуканович напрямую ответственен за такую политику, которая является предательством собственной Родины. Вы, как один из ведущих лидеров мировой державы, считаете ли вы, что мы можем сотрудничать для достижения общих интересов? И перед тем, как вы ответите, хочу от имени черногорской делегации и жителей Черногории извиниться за санкции, которые были наложены на Российскую Федерацию. Спасибо за внимание, спасибо за удивлённое время. Вы знаете, Черногория всегда была близким для нас государством, и люди, которые там проживают, они близки нам и по вере, и по культуре. Мы понимаем, в какой ситуации находится Черногория, поэтому, как вы понимаете, присоединение к санкциям не имеет на нас никакого воздействия. Это всё вещи чисто популистского характера. А бывший руководитель Черногории, он не только руководитель, но ещё и, по-моему, был бизнесменом. И даже непонятно, что больше было, там он руководитель или бизнесмен. Но это не важно. Важно другое, и на это я хочу ответить. Вот вы сейчас сказали о санкциях, о борьбе с санкциями и как на это влияет сегодняшнее мероприятие. Хочу ещё раз подчеркнуть, я об этом сказал в самом начале. Мы организуем мероприятия подобного рода, и вот этот фестиваль молодёжи не как какой-то инструмент борьбы с санкциями. У нас с санкциями борется правительство и довольно успешно, как вы видите. Мы проводим мероприятия подобного рода не для того, чтобы кому-то что-то доказать, с кем-то поспорить и посоперничать. Мы проводим мероприятия для того, чтобы найти друзей, для того, чтобы создать условия для общения между молодыми людьми, для того, чтобы они получили больше информации о нас, о России. А получив эту информацию, могли, так же, как многие уже участники нашей сегодняшней встречи, могли строить планы на сотрудничество между конкретными людьми, конкретными профессиями, конкретными, может быть, предприятиями, создавали бы новые какие-то форматы взаимодействия. И помогали бы странам, даже тем странам, которые находятся сегодня в конфликте друг с другом, помогали бы искать пути выхода из этих сложных ситуаций. Вот чему посвящены наши мероприятия, в том числе и сегодняшние. Но то, что вы здесь, мы этому очень рады, вам благодарны. Спасибо большое. Давайте у вас с Латинской Америкой пообщались. Может быть, вернёмся в Северную Америку? Ребятам препятствовали попаданию сюда на фестиваль. Всё равно 50 человек приехало, несмотря на это всё. Есть у нас ещё Америка здесь? Да, пожалуйста. США? Ну, задавайте вопрос, Расталя. Спасибо большое. США, там, но не Мексика. Вот тоже Норд-Америка. От лица всех латиноамериканских народов, которые участвуют в этом фестивале, мы так счастливы, что у нас есть такая возможность. Мы сотрудничаем с Россией, у нас из-за этого есть серьёзные достижения. Мы работаем также в области защиты прав коренных народов. В октябре с другими лидерами подготовительных комитетов национальных мы встречались. И пришли к мнению, что очень важна эта тема, и включили её в программу этого фестиваля. Конечно, вопрос на эту тему, но... Меня зовут Антонио, я из Мехико, забыл представиться. Я в МГИМО учусь, кстати. И что касается сотрудничества с Россией, того, что мы вместе, то мы основали ассоциацию мексиканских студентов в МГИМО, я раньше её возглавлял. И проект наш по работе с будущим, по поводу будущего, будущее вместе и команда будущего – это проект, которым занимается Росмолодёжь. Мы масштабируем его в Мексике, работаем с Россотрудничеством, и уже семь лет работаем, и планируем продолжить эту работу. Подготовительные комитеты из многих стран также создали эти команды будущего на континентах латиноамериканском, африканском, в Азии. Также вопрос, как, по-вашему, какова важность коренных сообществ и народов, могут ли они объединять наши страны, наши нации? Может ли быть на уровне коренных народов своя дипломатия объединяющая? Потому что есть достижения, которых мы достигли в области культуры, образования и не только. Это всё повестка дня, которой мы занимаемся и которая важна. Спасибо большое за Ваш ответ, господин президент, заранее. Это вопрос, который важен и для нас. Сохранение культур малочисленных народов, национальных культур, традиций для нас имеет очень большое значение. И это корни для всех народов, населяющих огромную территорию Российской Федерации. Они в высшей степени важны, потому что они сохраняют наши традиции и культуру. Я ничего не имею против поп-культуры, но мы понимаем, что это такое, и она тоже нужна, само собой, разумеется. Но, конечно, вот опять возвращаюсь к душам народа, она, конечно, в национальных традициях и в национальной культуре. И здесь, конечно, нам есть о чём поговорить. Есть то, что востребовано, мы можем и должны обмениваться информацией, опытом работы в этой важнейшей сфере. И доносить всю красоту национальных культур друг до друга. Это очень важно, очень полезно и очень красиво. Так что мы готовы с Вами работать сами. Пожалуйста, спасибо. Добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Андрей Савельев. Я работаю в патриотическом центре воин, который создан был по Вашему поручению, а сам я киевлянин. После госпереворота на Украине я уехал из Киева в Крым и вступил в ополчение. Участвовал в защите Крыма, а также в обороне Славянска, как полевой медик. На тот момент мне было 16 лет. Также, когда началась спецоперация, я уехал добровольцем на фронт. Служил в легендарном батальоне Спарта. Работал волонтером в военных госпиталях. И в 2012 году, еще до Майдана, казаки верного казачества в центре Киева на Софийской площади, вы знаете, где это находится, проводили мероприятие, посвященное дружбе России, Украины и Белоруссии. Я на тот момент был воспитанником кадетского класса, мне было 14 лет. И в какой-то момент туда пришли радикальные бандеровцы, которые вырвали российское знамя, и один из них пытался убежать с ним. Мне удалось его догнать и спасти флаг от поругания. После этого меня пригласили в посольство России на Украине и вручили именные часы от вас. Сейчас этот флаг находится как реликвия в центре воин. Мы находимся сейчас на фестивале, и я нахожусь как участник СВО от Донецкой делегации. И очень рад, что есть возможность здесь донести правду не только представителям из всех регионов России, но и иностранным гостям практически из всего мира. Поэтому хотел бы поблагодарить волонтеров, которые дают такую возможность, и также которые участвуют и помогают фронту, а также от всех участников СВО. Поблагодарить лично вас за то, что заступили за Донбасс, и теперь наша армия показывает всему миру величие России. Спасибо вам огромное. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Я хочу в свою очередь вас поблагодарить за вашу позицию. Вы когда только встали и начали говорить таким уверенным, твердым мужским голосом, я сразу понял, с кем имею дело. Это первое. Второе. Спасибо вам за вашу позицию. Потому что то, что вы делали и делаете, направлено, как это не покажется странным в сегодняшних условиях, во благо Украины и России, во благо украинского народа и русского народа. Уверен, что благодаря таким людям, как вы, как я уже публично говорил, рано или поздно воссоединение, на всяком случае, на духовном уровне произойдёт. Это неизбежно. Но для того, чтобы это произошло, нужно, конечно, искоренять всё, что мешает этому. А мешает этому самые отвратительные проявления национализма. Вот это яд, который отравляет жизнь очень многих народов, в том числе и сегодня на Украине. Вот те, кто не знает нашим иностранным друзьям и коллегам, могу сказать. Вот сейчас молодой человек сказал о бандеровцах. Кто такие бандеровцы? Бандеровцы – это последователи некого Бандеры, который во время Второй мировой войны сотрудничал с Гитлером. Уничтожал в огромном количестве, миллионами, полтора миллиона евреев уничтожили, поляков, русских, белорусов, не с числа, жертвам. Вот потом, правда, в середине войны, когда Гитлер начал проигрывать войну, и это стало для всех очевидным, что нацисты проигрывают, бандеровцы переметнулись, пытались переметнуться уже в сторону союзников. Тогда уже гитлеровцы начали их поддушивать потихонечку. Но это точно совершенно, это исторический факт. Это люди, которые сотрудничали с нацизмом, с нацистами и которые истребляли гражданское население. Вот сегодня такие люди на Украине возведены в ранг национальных героев. Они с их портретами ходят как с иконами по крупным городам, им отдают честь. Они являются символами сегодняшнего украинского государства. Вот с этим мы и боремся. Благодаря таким ребятам, как вот наш товарищ, который здесь находится. Господин президент, большое спасибо. Хочу, с вашего позволения, задать вопрос на немецком. Меня зовут Кристиан Вагнер. Я из Гамбурга, мы рядом с Дрезденом, из Восточной Германии. Я учился на профессионального рабочего, на строителя. Потом переехал в Китай и продолжил свою учебу там. Я в Китае участвую в фестивале. И мы занимаемся сотрудничеством, углублением сотрудничества с Евразийским континентом. И занимаемся укреплением связей со всеми континентами, со всеми регионами. И здесь ключевой момент, важный момент сотрудничества между Россией и Китаем. По моему опыту, немецкий народ хочет дружбы с российским народом. И мы видим взаимное сочувствие, солидарность двух народов. И мы чувствуем, что есть солидарность. И в первую очередь на уровне молодых народов, молодых людей. И мой вопрос такой. Как вы можете использовать эту возможность, как улучшить общее взаимопонимание и обеспечить, и укрепить европейский суверенитет? Спасибо. Вы закончили свой вопрос. Тем, что вы хотели бы, так я понимаю, укреплять европейский суверенитет. Но, вы знаете, проблема сегодняшней Германии как раз в этом и заключается. Это даже не проблема, это беда, наверное, сегодняшней Германии. И она откуда возникла? Ведь сегодняшние, достаточно солидные, уважаемые немецкие политики говорят, но господин Шойбель, например, сказал об этом несколько лет назад, о том, что современная Германия после Второй мировой войны никогда не была в полном смысле этого слова суверенной. Это не я сказал. Это говорят немецкие политики. Почему, тоже понятно. В силу целого ряда ограничений, возникших после Второй мировой войны и тех ограничений, которые создали страны-победительницы. Но, во-первых, я уже говорил тоже публично, нынешние поколения немцев не несут ответственности за то, что творили нацисты и фашисты. И в самой Германии, и в мире в целом, и в Европе. Но мы все должны сделать всё, чтобы ничего подобного в будущем в мире не повторилось. Это точно совершенно. И в этом может быть особой ответственности немецкого народа. Но хочу также отметить, что в истории наших стран мы всегда переживали золотое время в нашем развитии, в достижении успехов, когда мы, русские и немцы, объединяли усилия. Вот во все времена, когда Германия и Россия были вместе, работали вместе, мы добивались больших очевидных успехов. К сожалению, сегодня это не так. Но я думаю, что глубинные интересы, национальные глубинные интересы Германии и немецкого народа неизбежно, рано или поздно, наверх вынесут политиков, которые будут придерживаться именно такой точки зрения, будут придерживаться национальных интересов. Конечно, в рамках той системы отношений, которая складывается, которая развивается, но по мере строительства многополярного мира, думаю, что и в Европе будут происходить фундаментальные изменения. Сейчас мы слышим о том, что Европа уже должна иметь свои собственные вооружённые силы, Европа должна быть более независимой. Это же не я говорю, это говорят европейские политики, а это значит, что несмотря на известную иерархию в Западной мире, всё-таки прорывается на поверхность желание к самостоятельности и к защите своего суверенитета. Это неизбежно для… Все Европы уверены, что так и будет в Германии. Ну, нужно набраться терпения и работать над решением текущих проблем. И, конечно, молодые люди, причём разных политических взглядов, если они хотят добиться этого позитивного результата, должны объединять свои усилия. Я вам благодарен за то, что вы об этом думаете. Спасибо. Владимир Владимирович, мы полтора часа работаем. Вы нас ориентируете вообще, потому что вопросов очень… Сейчас, сейчас, давайте мы ещё… Продолжаем. Продолжаем. Пожалуйста, ребят, у вас есть уникальная возможность. Пожалуйста. Передавайте, передавайте. Ну, давайте я выберу. Вот, пожалуйста, молодой человек тянет руку. Давно. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я, давайте, начну. Молодой человек, я думаю, может продолжить после меня. Простите, пожалуйста. Скоро 8 марта. Это правильно. Международный женский день. Спасибо большое. Меня зовут Анастасия Губернаторова. Я представляю Белгородскую область. И я хотела бы начать свой вопрос с благодарности вам, лично, Владимира Владимирович, за поддержку жителей Белгородской области после ситуации, которая у нас произошла вот совсем недавно. Мы безумно ценим тот вклад, который вы внесли для каждого из нас. Мы чувствуем, что вы рядом, что вся страна с нами. Я думаю, все участники этой встречи это поддержат. Мы чувствуем, что мы вместе. Мы чувствуем, что скоро все будет так, как мы захотим. И мы будем вместе с вами строить наше будущее. И, конечно же, хотелось бы отметить, что у нас добровольческое движение на территории Белгородской области растет. И нам безумно приятно и важно понимать, что вы глубоко цените нашу деятельность и высоко ее ставите наравне с людьми, которые тоже меняют этот мир. И очень важно было, конечно же, понимать, что площадки для развития добровольческого движения на территории нашей страны, на территории нашего мира растут. И спасибо вам за такую возможность обменяться опытом, поделиться какими-то своими практиками, взаимодействуя с волонтерами, с нашими волонтерскими организациями, ребятами и неравнодушными людьми из нашей страны, которые помогают нам каждый день. Это и семьи, это и молодые люди из детских садов, из школ, колледжев и университетов, которые каждый день пишут письма нашим военнослужащим. Это и те люди, которые присылают и отправляют гуманитарную помощь. Это все те, кто всегда с нами и всегда поддерживают нас. Спасибо вам еще раз большое за это. И мы безумно благодарим вас за поддержку жителей Белгородской области. И как от лица жителей города Белгорода конкретно, спасибо вам большое за это. И подскажите, пожалуйста, есть ли возможность такая приумножить площадки для обмена практиками, обмена нашим опытом с другими регионами, чтобы другие ребята из других стран, из других регионов могли тоже поделиться с нами этим, так как это безумно важно для нас, для всех здесь присутствующих. И спасибо вам еще раз большое за такую возможность. Что касается вот этих площадок для обмена опытом, у нас сейчас их работает 3 или 4, Машук и так далее, Таврида, но в ближайшее время их будет 12. Поэтому мы понимаем важность этой работы и будем создавать условия для того, чтобы таких возможностей было больше. Но поскольку вы из Белгорода упомянули о происходивших там событиях, хочу вот что сказать, что это, ну не все, наверное, знают, я вдаваться сейчас в детали не буду, но вы и жители Белгородской области это поймут. Вот обстрел мирных объектов, удар системы залпового огня по площадям, по мирным гражданам – это, безусловно, военное преступление. Мы будем именно так и относиться к тому, что произошло, и мы не оставим в покое тех, кто это сделал. Ну а в целом я хочу поблагодарить вас и всех жителей Белгородской области за мужество, за готовность к борьбе, за отношение к тому, что такое патриотическое отношение к тому, что происходит. И, конечно, всех волонтёров, которые вносят свой огромный вклад в общее дело. Спасибо большое. Давайте в этот сектор вернёмся. Да, пожалуйста, пожалуйста, вставайте. Вам не достался микрофон. Дайте, пожалуйста. Молодой человек галантный, если ты у девушки место. Уважаемый Владимир Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Милош Танаскович, я из Сербии. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что у меня получилась прекрасная возможность получить прекрасное образование в России. Я закончил. Я закончил Московскую Духовную Академию, Троицей Сыгревой Лавры, а также потом продолжил учиться на… Вы рукоположенный? Вы батюшка? Ещё нет, но стремимся, есть планы. Есть планы, будем стремиться к этому. У меня потом получилась очень хорошая возможность получить образование, также продолжить увеличить его на юриспруденции, учился ещё. Хотел бы ещё сказать, что у нас в Сербии, благодаря вашей помощи, благодаря России, Русской Православной Церкви, построился прекрасный собор Святого Сави Сербского. Да. А также однажды вот на поездке на Валам я заметил прекрасную фотографию с вашим архимандритом Мефодием, наверняка которого вы знали. Да. Батюшка, светлый батюшка, я хотел бы как раз спросить, насколько вы во время ваших приездов к нам, во время общения с батюшком Мефодием, как вы хорошо познакомили нашу культуру, наши Валховские страны, насколько они вам близки? Спасибо вам большое. Вы знаете, мне хуже, чем я, наверняка знаете даже лучше. Отношения между Россией и Сербией носят особый характер, исторически глубокие корни. Я всегда с особой теплотой говорю об этом, потому что на протяжении веков, я хочу это подчеркнуть, сербы были самыми надёжными союзниками России. Мы это знаем, помним и ценим. Давайте в этот сектор вернёмся. Да, пожалуйста, молодой человек, галстуки, пожалуйста. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Новошенг. Я представляю Соединённые Штаты Америки от лица Центра политических инноваций. Я хочу задать вопрос и хочу сказать, что благодарю вас за то, что предоставили нам возможность приехать сюда. Да, однако это горько-сладкий опыт, так скажем, потому что во время церемонии открытия был момент, когда все брались за руки, а передо мной была женщина. И был человек в коляске инвалидной. И я смотрел, как она попыталась взять его за руку, они взялись за руки, и я чувствовал человеческое тепло. Он не был исключён из общего процесса. Я по всему фестивалю вижу, что все объединяются, и вижу оптимизм, надежду. Я вижу, что молодые готовы свой потенциал реализовать, продвинуть мир вперёд. И я думаю о том, что дома происходит. Думаю о тех, кто не может получить образование по экономическим причинам, потому что они живут в обществе, которым на это наплевать. И я начинаю разрываться, потому что есть две картинки, которые не стыкуются. И чем больше я живу, тем я больше понимаю эту нестыковку. И нации БРИКС, наоборот, на подъёме сегодня, а западные нации сегодня движутся к закату. Мой вопрос. Считаете ли вы, что мир, где Запад сможет присоединиться к БРИКС, возможен? И может ли такое вообще произойти? Как это может конфигурация выглядеть? Видите, до сегодняшнего времени все стремились присоединиться к Западу, в том числе и Россия когда-то стремилась к 7-ке присоединиться, к 8-ке. Потом мы поняли, что это не имеет смысла, потому что с нашими интересами там никто не считается. В этом проблема, и в этом ошибка наших западных партнёров. Я уже пытался донести эту мысль до вашего соотечественника, когда отвечал на предыдущий вопрос нашего американского гостя. Но, вы знаете, вы сейчас сказали о проблемах чисто социального характера, по поводу получения образования, получения медицинской помощи. Должен сказать по-честному, откровенно, это не только проблемы Соединённых Штатов. Хотя, конечно, для многих, наверное, странно это слышать. Многие, скажем, из Латинской Америки сейчас правдами и неправдами стараются попасть в Соединённые Штаты. Этот поток мигрантов, который вызывает раздражение у большого количества американцев, он всем известен. Но такие проблемы много и в других странах, в богатых, в развитых. Вообще, скажем, проблемы здравоохранения, они и для Европы очень острыми являются. Соединённые Штаты всегда, до сих пор создавали условия наилучшего применения знаний, своих способностей для высококвалифицированных специалистов со всего мира, в том числе из Европы. Зарплата выше, европейские специалисты туда переезжают жить. Но мир является несправедливым, это точно. И люди, которые не имеют соответствующих доходов, они ни образования нормального получить не могут, ни вправе рассчитывать на медицинскую помощь. И люди могут умереть прямо на пороге медицинского учреждения, если нет страховки в Соединённых Штатах. К сожалению, такое было, и неоднократно мы эти случаи трагически знаем. Но это не значит, что во всех остальных странах мира всё хорошо и полностью достигнут социальный баланс и социальная справедливость. Я тоже сегодня об этом говорил. Наша общая задача – сделать так, чтобы все люди были поставлены в равные условия. Это сложная задача. Но мне думается, я даже убеждён, что если мы будем создавать вот этот многополярный мир, в который мы не только зависим друг от друга, но и помогаем друг другу, то социальные вопросы, в том числе образование, здравоохранение, они будут решаться легче, они будут решаться эффективнее, потому что, объединяя усилия, мы добиваемся лучших результатов. У нас здесь есть представители БРИКС, уже стран БРИКС. Пожалуйста, вы же из ЮАР, да? Мы с вами познакомились на фестивале. Я не ошибаюсь? Здравствуйте. Меня зовут Джулиан Суини. Я заместитель президента Студенческого конгресса Южной Африки. Это самая большая организация, ассоциация студентов Южной Африки. Прежде чем задать вопрос, спасибо большое, господин президент, за то, что у нас такая есть возможность. Мы общались со студентами, которые учатся в России. Благодаря стипендиям, которые вы выделяете, я по-русски не говорю, некоторые из них были моими переводчиками, я только выучил. Спасибо, и пока-пока. Спасибо большое, господин президент. Я, может быть, смогу улучшить свой русский. Но хотела бы затронуть вопрос БРИКС. Бедность, к сожалению, сегодня не дает нам заниматься развитием нашего общества, и молодежь не может выйти на международный рынок труда для того, чтобы нам это сделать. Нам нужно преодолеть препоны. Например, у нас в образовательной области проблемы, и многие не могут получить хорошую работу и выйти на рынок труда после окончания учебных заведений. А если вот рынок БРИКС будет развиваться, может быть, у нас появится такая площадка, которая даст молодежи возможность получить хорошую работу, и, может быть, нужно какие-то меры для этого предпринять, и, может быть, вы можете нам посоветовать, господин президент. Мы по телевизору видим, что представители старшего поколения участвуют в принятии решений в рамках БРИКС. Теперь БРИКС плюс уже. А, может быть, мой вопрос, господин президент, приведет нас к этому, к следующему. А когда у молодежи появится место за тем же самым столом принятия решений вместе с представителями более старшего поколения, с тем, чтобы наши интересы тоже учитывались, потому что в Южной Африке молодежь пытается повысить уровень своего представительства. БРИКС – это наднациональная структура, это глобальная теперь же структура БРИКС плюс уже, а не просто БРИКС. И дело в том, что нас приглашают во всякие молодежные лагеря и так далее, но мы хотим сидеть со старшим поколением за столом, принимать решения, потому что сегодня те решения, которые принимаются, не учитывают интересы молодого поколения. Вопрос мой следующий. Когда же молодежь получит право голоса во время принятия решений в БРИКС? Вы знаете, БРИКС, он рождался в России, постепенно всё это происходило. В своё время на одном из международных мероприятий, кстати говоря, в рамках той же «восьмёрки» в Петербурге, я предложил нашим китайским друзьям и индийским встретиться втроём. Так возникло объединение БРИК – Россия, Индия, Китай. Потом присоединился Бразилия, БРИК, потом Южная Африка, БРИКС получился. И сегодня это такое мощное, действительно серьёзное объединение, такой магнит, который притягивает очень многие страны мира. Потому что, как наш друг из Соединённых Штатов отметил, действительно эти страны набирают обороты. Набирают обороты. Я уже приводил эти данные. Сейчас мировой ВВП стран БРИКС больше, чем ВВП стран Семёрки. И этот разрыв увеличивается. И он будет увеличиваться дальше. Это уже медицинский факт. С этим уже ничего не поделаешь. И даже если кому-то хочет тенденцию это поменять, уже невозможно. Это будет нарастать. Но вы правы, конечно, нужно, чтобы мы слышали голос молодых людей. Для этого мы создали, это была российская инициатива, создали молодёжную площадку. Но, имея в виду то, что вы сейчас сказали, и то, что мы являемся председателями БРИКС в этом году, сделаю всё, что от нас зависит, как от председателей, для того, чтобы молодые люди имели возможность сидеть с нами за одним столом из стран БРИКС и могли принять участие в нашей дискуссии. Друзья, давайте мы так делаем. Давайте мы в центральный сектор. Давайте, да, в центральный. Да, ну и будем потихонечку уже завершать. Да, пожалуйста, пожалуйста. Ну, скажите, кому отдать. Мы два часа почти работаем. Я знаю, что из Колумбии, да, у нас есть гость. Здравствуйте, Малерия Монте из Колумбии. Все знают, как должен себя вести лидер, президент, руководитель или лидер какой-нибудь, глава какой-нибудь корпорации или бизнеса, компании. Но на самом деле бывают непредвиденные ситуации, и иногда приходится принимать какие-то нестандартные решения, которые кому-то иногда вредят, а кому-то, наоборот, идут на пользу. Мой вопрос. Судя по вашему опыту, как надлежащим образом преодолевать такие неопределенности, которые связаны с руководством и лидерством, последствия таких вот спорных решений, и как брать на себя ответственность за эти последствия? Вы знаете, на мой взгляд, нужно всегда иметь внутренний ориентир. А этот внутренний ориентир может иметь правильный вектор, когда мы думаем не о текущем событии, а о будущем. И вот один из людей, который политикой занимался, он говорил так, что хороший политик думает о будущих выборах, а настоящий лидер думает о будущих поколениях. Но, конечно, всегда приходится выбирать, и ясно, что при выборе исходим из того, что, конечно, не все эти решения устраивают. Но нужно думать о конечном результате и работать на благо страны, на благо народа, на благо людей, на будущее государства. И процесс непростой. Вот у нас был такой государственный деятель, военно-начальник немецкого происхождения, маршал, по-моему, или маршал Миних, который говорил так, что Россия – это такая страна, которая напрямую управляется Богом. Потому что, если это не так, непонятно, как она вообще существует. Но в первой части я согласен, Россия – страна, которая напрямую управляется Богом. Что касается второй части, то уже мой опыт работы в той должности, в которой я нахожусь сегодня, подсказывает, что Россия существует благодаря русскому и другим народам, населяющим эту огромную территорию, благодаря их таланту, преданности своей стране и уверенности в завтрашнем дне, в будущем наших детей. Спасибо большое. Владимир Владимирович, если позвольте, у нас такая традиция сама собой сложилась. Китай и Индия – самые большие делегации, Франция – не самая большая. Но ни одной сессии без вопроса от Франции не обошлось. Давайте сделаем их вопрос заключительным и завершим. Пожалуйста. Пожалуйста. Здравствуйте, все. Меня зовут Шули Анард. Я рада перед вами сегодня быть и выступать, господин президент. Для меня это большая честь. Спасибо большое. Меня зовут Исра Скам. Мне 21 год. Я из Франции. Для меня большая честь быть в России. Меня просто поразило огромное культурное разнообразие, которое я наблюдаю в России. И Россия занимает в моем сердце особое место. Я буду писать диссертацию по Ближнему Востоку, Северной Африке и взаимодействию с Россией. Я хочу работать в дипломатической области, строить карьеру. И хотел бы получить ваш совет молодым женщинам по всему миру, девушкам по всему миру, которые интересуются дипломатией. Какой совет вы бы дали? Также, учитывая успех этого фестиваля, есть ли какие-то планы с тем, чтобы он носил постоянный характер? Это могло бы способствовать культурным обменам и улучшать взаимопонимание между нашими народами. Спасибо. Что касается форумов подобного рода, мы, конечно, будем их продолжать. Делать их еще более содержательными, насыщенными, яркими и привлекательными. Что касается женщин в профессии, ну что же, у нас в России женщины занимают заметную роль в жизни страны. Но, к сожалению, не так много женщин сегодня в правительстве. Вот одна из них здесь присутствует. Татьяна Алексеевна, принесите. Татьяна Голикова занимается социальными вопросами, медициной, культурой. Но в целом в стране на всяких разных уровнях руководства женщин много. И чем больше, на самом деле, тем лучше. Потому что у женщин есть определенные черты, связанные с исполнением своих служебных обязанностей. Они более такие дисциплинированные, въедливые в хорошем смысле этого слова. Вот что бы вы сказали, что бы можно было посоветовать? Не мне, женщинам, советовать это себе дороже, лучше не связываться. Но я могу тут сказать, это не совет, а просто мысль и слух. Конечно, чем бы женщина ни занималась, она, конечно, должна оставаться всегда женщиной. Она должна оставаться любимым человеком, создавать атмосферу определенную вокруг себя, в семье, конечно. Конечно, предназначение женщины – это продолжение рода. И это уникальный, абсолютно уникальный природный дар. Мы все относимся к нему с огромным уважением и поддерживаем. У нас целая программа поддержки материнства и детства. Это, я уже говорю без лирики, просто это серьезные вопросы и для Франции, и для вообще всей Европы, для развитых экономик, и для России тоже. Потому что снижение рождаемости – это серьезный вызов для всех стран, в том числе и в сфере экономики. И поэтому, вот, а роль женщины здесь уникальная. Но при этом мы все, конечно, я говорю, мы, имею в виду мужскую часть населения, мы, конечно, все ждем, чтобы женщина оставалась привлекательной, обворожительной, нежной. Но как этой женщине все сделать, и карьеру, и быть нежной привлекательной, я не знаю. Но это женская тайна, в которую я даже не пытаюсь погружаться. Вам всего самого доброго. Спасибо большое, Владимир Владимирович, за открытые разговоры, чтобы вы нам так много времени уделили. Да, да, уже на месте. Сейчас, одну секундочку, сейчас. Я хочу попросить моего африканского родственника и итальянского нашего друга подойти сюда. Спасибо большое. Спасибо большое. КОНЕЦ